Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Спортсмены Шипулины покоряют биатлонную трассу. В Ульяновске задержали мошенников, оформляющих кредиты на пенсионеров. Начинающих журналистов поддержат рублем. Дом на севере города буквально расползается на глазах. В Ульяновской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества. Праздничные концерты проходят во всех домах культуры города и области. В преддверии Дня Защитника Отечества в Доме культуры Руслан прошел праздничный концерт «Жизнь во славу Отечества». На него были приглашены ветераны, участники локальных военных действий и конфликтов, ликвидаторы техногенных катастроф и сотрудники силовых структур. В преддверии этого замечательного праздника всех наших земляков поздравить с этим замечательным праздником Днем Защитника Отечества. Я сегодня подписал все телеграммы нашим ребятам, которые служат в вооруженных силах сегодня, от Камчатки до Калининграда. Их тоже поздравили от имени жителей города Ульяновска. Добра, удачи, здоровья и мирного неба над головой. Творческие коллективы города подарили мужчинам свои лучшие выступления. А после традиционного выноса государственного флага страны, флага Ульяновской области и областного центра, на сцене состоялась церемония награждения. Глава Ульяновска вручил памятные награды, часы, благодарственные письма военнослужащим и ветеранам вооруженных сил, в том числе за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Еще одним праздничным событием стал митинг на площади 30-летия Победы. Несмотря на не самую праздничную погоду, на мероприятии традиционно собралось большое количество неравнодушных. В Ульяновске на площади 30-летия Победы проходит митинг, посвященный Дню Защитника Отечества. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу. На площади собралось много народа. На митинг пришли участники молодежных общественных организаций, общественных объединений, представители власти, военнослужащие территориального гарнизона, ветераны вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня это день, когда нужно помянуть тех, кто сделал все, в том числе и отдал жизнь за то, чтобы мы спокойно сегодня могли жить, работать, учиться, расти детей, внуков. Собравшиеся возложили цветы к вечному огню. В память о воинах, павших в боях за свободу и независимость Отечества провели минуту молчания. Мы ежегодно отмечаем этот праздник 23 февраля. И, несомненно, все памятные даты во всей России, в каждом регионе отмечаются именно такими событиями. И молодежь, как никто, самый главный помощник нам в организации и именно в том воспитании патриотического духа, который необходим. Россия во все времена славилась мужественными людьми, поэтому День защитника Отечества всегда напоминает нам о героизме российских солдат, матросов и офицеров, чтимых и уважаемых сегодня народом. В завершении мероприятия военнослужащие прошлись стройными рядами на площади, отдавая честь былым боевым товарищам. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Региону нужны молодые журналисты, так заявил Сергей Морозов на встрече со студентами журфака. Она прошла в педагогическом университете. По словам губернатора, в планах выработка законодательных актов, в которых будут прописаны меры поддержки начинающих акулпера. Встреча молодых журналистов с губернатором Сергеем Морозовым прошла в педагогическом университете. На встрече были не только те, кто учится журналистике. Присутствовали участники различных информационных проектов и те, для кого написание газетных и интернет-текстов – хобби. Молодежь ждала от предстоящей беседы многого. Прежде всего от этой конференции я ожидаю перспективные проекты и презентации, а также интересные вопросы и их решения. Лично меня беспокоит, где сейчас перспективнее всего работать журналистом. То есть, учитывая, сколько существует ветвей журналистики, интересно, куда сейчас пойти перспективнее всего. Поскольку на мероприятии присутствовали редакторы различных изданий, первыми презентовали работу для молодежи они. И Андрей отчасти получил ответ на волновавший его вопрос – работать можно везде, поле для деятельности широчайшее. Это и сайт «Улправда.ру», и служба ТВ, а также многое другое, причем только в издательском доме «Ульяновская правда». А ведь еще есть телеканалы «Репортер», КТРК «Волга», различные радиостанции, интернет-порталы. Работа есть, но молодые по видению губернатора нуждаются в большей поддержке со стороны госорганов. Подготовим изменение закона «Ульяновской области» о мерах социальной поддержки о денежке категории молодых специалистов. У нас очень хорошо работает система мер поддержки врачей, учителей, других специалистов. А как-то так получилось о том, что мы забыли, может быть, неактуально было на то время, про будущих молодых журналистов. По словам губернатора, это означает, например, то, что приезжая работать в сельскую районку, специалист получит подъемный – подстать врачу. Кроме того, помощь в выплате ипотеки и прочее. Но региону нужны новые формы и новая подача информации. Губернатор подал несколько идей для существующих СМИ, обратил внимание на информационные идеи студентов, предложил некоторые из них финансировать. В целом разговор получился информативным и позитивным. В Ульяновске стартовало первенство России по биатлону для спортсменов от 35 лет и старше. Около 50 стреляющих лыжников вышли на старт спринтерской гонки. Среди участников – чета Шипульдных Ольга и Владимир. Это родители знаменитых олимпийских чемпионов – Антона Шипульдна и Анастасии Кузьминой. Как сложится для них первый за бег соревнований, расскажет Михаил Росошанский. Тепло и пасмурно. Очередной своей истории первенства России по биатлону среди ветеранов Ульяновск встретил не с самой биатлонной погодой. Бег по рыхлому снегу отнимал много сил, отчего хромала точность на огневых рубежах. Однако на настроении участников это не сказалось вовсе. Впечатления великолепные, чувство праздника. Безусловно, чувство волнения, адреналин, оно привносит свое и заставляет какие-то для себя ставить цели, к которым можно достигать и стремиться. 35 лет не выходил на лыжню мастер спорта Советского Союза по биатлону Владимир Шипулин. За это время воспитал двух дочек и сына. Старшая из сестер Анастасия стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Сын Антон – победителем Олимпийских игр в Сочи. Год назад Шипулин-старший со своей супругой Ольгой решили снова встать на лыжи и взять винтовку в руки. Тяжеловато, тяжеловато. Сегодня еще свежий снег, еще с маской не попали, так тяжело, лыжи вообще очень тяжело ехали. Ну, тем не менее, как смогли, так проехали. И все это под руководством еще одной легендарной биатлонистки олимпийской чемпионки Галины Куклевой. Для нее это второй визит в Ульяновск. Первый состоялся в середине 80-х, когда она только-только начинала заниматься биатлоном. Теперь вернулась на Береговоге в качестве тренера-консультанта ветеранской команды Тюмени. Кстати, впервые в карьере. Была небольшая суета, потому что одно дело один-два человека, а тут пять человек. Это надо за всеми успеть и на стрельбе лежа, и на стрельбе стоя. Вот всех пристрелять качественно так. Ну и, конечно же, следить во время гонки за стрельбой. Именно со стрельбой Шипулин-старший как раз и не справился. Семь промахов на двух огневых рубежах оставили его далеко за пределами пьедестала. А в целом борьба в спринтерской гонке во всех возрастных группах получилась жаркой. Единственную для Ульянска золотую медаль заевал лидер команды Вадим Трифилов. В этом году ему стукнет 45. Однако с каждым годом его результаты только растут. Человеческий организм, он бесконечно сильно населенный, его возможности можно развивать и развивать. Я раз в полгода прохожу медобследование в физдиспансере, и это не только мои внутренние ощущения, это показатели. То есть у меня растут показатели, у меня растет сила, растет мощность. Ну, наверное, правильно подобранные индивидуальные тренировки, правильно подобранные циклы тренировочные, правильно распределение сил. Ну и, наверное, тяжелый труд. Ветеранское первенство России в Ульяновске по традиции продлится три дня. Сегодня в программе соревнований масс-старт, а завершится первенство в воскресенье, 24 февраля, эстафетами. Михаил Арсашанский, новость Ульянской правды. Денег нет, управляющие компании тоже. Жители дома номер 59Б по улице Любови Шевцовой отчаялись искать выход из ситуации. Здание рушится, а до капремонта еще 30 лет. Чем озадачены жители и что им обещает городская администрация? Разбиралась Виктория Черкова. Снаружи красивое, а внутри гнилой. Дом номер 59Б по улице Любови Шевцовой – идеальный пример несоответствия внешней оболочки и внутренней картины. За добротным кирпичным фасадом скрывается нечто непригодное для жилья. Худая крыша, коридоры, как в фильмах ужасов и канализация, готовые рвануть в любой момент. Дом был построен в 2007-м. За 12 лет он увершал не по годам. Соответствующие инстанции жители обращались не раз. «На Марата-3 без конца я ходила. За свой шот машину я вызывала, крышу сосульки сбивали. У меня сын залазил. Сам сбивал. Никакие никто меры не принимает. Уже невыносимо. Тут мне письма. На Карла Маркса 15 я ходила. Мне оттуда письмо прислали. То, что 970 тысяч у нас долг по нашему дому. Я им показываю свое. Я говорю, покажите мне, где мой долг, чтобы я где-то была должна. Они мне ничего не ответили». Пока Ирина Геннадьевна пыталась обратить внимание коммунальщиков и городских властей на дом, ее квартира продолжала медленно разрушаться. Вода лилась с потолка при каждом снегопаде и дожде. А с трудом нажитое имущество превращалось в бесполезный хлам. «Все обои. Кондиционер сгорел. Ламинат негодный. Уже не принадлежит. Уж что-то надо ремонтировать. Обои со всех сторон. И тут везде все отлетает. И тут отлетает. Вот люстру могу показать. Была люстра. Она осталась, но вообще нет ничего. Очень мне, конечно, жалко. По моей зарплате это очень дорого». Коридоры подъезда тоже заслуживают особого внимания. Трещины в стенах отлично гармонируют с кривым и отлетевшим кафелем под ногами. В прошлом году жертвой неровных полов стала 76-летняя Роза Обязова. «Решила пойти прогуляться вот маленько, чтобы ездить. И вот здесь вот я ногами задела плиту. И задом упала задом. С головой прям. И вот до сих пор никак не могу». После экскурсии по подъездам наша съемочная группа спустилась в недра злополучного дома. Состояние канализации аварийное. Ощущение того, что трубы готовы вот-вот лопнуть. А это знаменитый подвал на улице Любовь Шевцовой. Как утверждают местные жители, канализацию может прорвать в любую минуту, даже сейчас. Прорывы происходят постоянно из-за изношенных коммуникаций. Очередная авария была примерно месяц назад. Ее последствия сохнут, отравляя воздух жильцам. «Вот эту канализационную пробку выбивает и постоянно отсюда все выливается. Все абсолютно. Туалетная бумага, салфетки. Люди, чтобы унитаз кидают, все отсюда выливается». За 12 лет у дома сменилось пять управляющих компаний. Последняя из них у Каленицкого района вовсе обанкротилась и закрылась. В этом году жители решили еще раз рискнуть и выбрать себе нового коммунальщика. Сход граждан состоялся накануне. Их консультировал директор контакт-центра при главе города. «Суть у них вопроса проста. Они хотят выбрать иную управляющую компанию, что есть. А алгоритм жилищного законодательства у нас прописан. Единственное, главное соблюсти все требования, которые там выставляют». Выбор компании – еще не главная проблема для этих людей. Ведь даже при хорошем раскладе на весь ремонт понадобится более трех лет. Денис Литвинов, руководитель Центра по защите прав потребителей, предложил выход из ситуации – создание ТСЖ. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Ведь обустраивать быт своими силами надежнее, чем надеяться на коммунальщиков-управленцев. «В первую очередь объединиться, понять, что никто им, кроме них, не поможет. Ну и дальше им необходимо принимать решения, исходя из своих ресурсов финансовых и временных. Потому что на управление, сбережение, восстановление этого дома, может быть развитие этого дома, нужно будет тратить время и деньги». Также жители горе избушки могли бы извлечь материальную выгоду от судов со стройщиком. Но, увы, на практике это возможно только в отношении реальных подрядчиков-строителей. В этой ситуации жильцы имеют дело с фирмой «Однодневка», название которой никто не знает. «Судя по ее результатам, это отвратительная компания, которая быстро освоила какие-то деньги. Причем, скорее всего, в строительстве это общеизвестная история. Даже и законодательство говорит о том, что сметы могут быть не твердые, так сказать, а вот приблизительные». Смета 59-го дома оказалась не тверже, чем можно представить. Оказалось, что изначально здание построили для торговли и состояло оно из трех этажей. Об экономии материалов и вовсе говорить не стоит. Утешевление производства налицо. По словам юриста, узнать данные по застройщику можно, направив в мэрию официальный запрос. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской Массажеры за 118 тысяч в Ульяновске попались мошенники, продававшие пенсионерам электронику и бытовую технику в кредит. Массажеры, пылесосы и другая бытовая техника в Ульяновске задержали группу молодых людей, продававших массажные изделия. Менеджеры по продажам приехали в Ульяновск около недели назад. За это время в каждом районе города провели презентацию предлагаемого оборудования. Продукция стоила больше 100 тысяч рублей, когда как реальная стоимость была значительно ниже. А массажные кресла в какую цену продавались? Массажные кресла на презентациях 118 тысяч. А много людей за этот период времени оформило договор на приобретение? Ну, я думаю, 8-10 точно было. Задержанным удалось заключить около 30 кредитных договоров на покупку злосчастного оборудования. Одной из потерпевших оказалась пенсионерка из железнодорожного района. Для приобретения массажера для больной спины она оформила кредитный договор, по которому три года должна была выплачивать по 4 тысячи рублей ежемесячно. Когда пришла все это, я посмотрел цену, во-первых, когда уже ознакомилась, там в интернет зашла, там уже это, конечно, нереально. Инструкции достала. А что вы говорили, что есть чудо-действие, свойства? Потому что это помогает проблемам с позвоночником. У меня у самого проблемы с позвоночником. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка законности их действий. Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно обдумывать все риски при подписании каких-либо документов или обязательств финансового характера. Информационный портал улправда.ру поздравляет всех мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества. Мира, благополучия и процветания. Смотрите новости дня в понедельник в 18.50. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok